И меня, как хореографа, это сильно заинтересовало, как это решить, как решить тему смерти без каких-либо слов, без каких-либо кричащих, банальных каких-то сценических точек. И я решила ее только телом. Это была некая молитва в спектакле. Я думаю, что можно полистать следующие фотографии. Потому что Полина Яцкого уже все поняли. Там еще есть несколько фотографий. Я выбрала такие самые более-менее яркие. И следующие. Эта сцена спектакля самая крайняя, самая последняя. Сцена идет под печью молитву православную. И она родилась во мне как-то очень просто. И меня это напугало. То есть, то соло, для которого, по сути, ставился спектакль, вышел из меня очень просто. И я посчитала, что, наверное, я пришла к общему знаменателю в ходе спектакля, что, наверное, вам сейчас покажу. Потому что о спектакле… Очень странно разговаривать о своем спектакле, что-то рассказывать без каких-либо, на самом деле, вопросов для меня. Поэтому я… Стоп-стоп-стоп. Это уже следующий спектакль. Мы посмотрим видео, да, чтобы… О чем говорить, когда есть видео, как говорится, да? Вот. Я буду рекомментировать какие-то моменты спектакля. Что происходит именно сцена смерти Катерины. Спектакль «Гроза». Вот. Пока включают, да. Я расскажу, что спектакль ставился по мотивам. То есть это был некий эпизодный момент. Есть звук у нас? Угу. Да, это было… Да. Чуть-чуть погромче, чтобы я параллельно разговаривала, да? Изначально, например, спектакль на полу было очень много седа. Это было моё художественное решение. Моего и моего художника по спектаклью. И после этого, после премьеры танцовщие меня убили. Сказали, убирай. Потому что идея тогда сам отцует. И это просто невозможно. Это очень скользко. Вот. Никто не упал, слава богу. Но сказали, что пришлось рассыпать это по бокам в Тюмень и там убрать. И по техническим причинам. Пожарная безопасность в нашем городе, прежде всего. Вот. То есть это… Посмотри. Вот. Очень-очень круто. И я принципиально её раздела, да? Чтобы это было более окалённое дело для зрителя. Прозрачное дело. Прозрачное дело. И в финале я решила эту сцену, да? Я решила, что она должна протереть вокруг себя пространство. Подготовить к чему-то. Да? Здесь всё как-то грязно вообще. И полностью радаться свету, музыке и просто стоять. Наверное, смерть очень статична. Я это приняла. Я не думаю, что видео прыгает. Ну, техника, да? Не позволяет. Всё. Да? Да? Это что касается спектакля «Гроза». И через какое-то время… Совершенно не планируя каких-то дальше побед в театральном, да? Танцевальном искусстве, в балетмейстерском. Мне приходит в руки Олег Николаевич Толстой. И я поняла, что для учреждения и для меня, и для зрителя прекрасно показать спектакль по классике ещё раз. Это очень мотивирует для… Ну, то есть для просмотра очень понятно, да? То есть есть литературное произведение. Есть… В каждом городе, где есть театр игры и балета, идёт «Лебединое озеро». И кажется, человек заслужится, ходил либо на «Щипунчик», либо на «Лебединое озеро». В нашем городе, к сожалению, таких классических возможностей нет. И почему-то я как-то себя мотивировала на том, чтобы поработать с классикой. Естественно, я не только с классикой работаю. Я делала всё очень многие работы. Но, да, моя вторая крупная работа, вторая по классическим произведениям, да? Спектакль – это уже мой седьмой или восьмой. Я решила взять Анну Калинину. Огромный роман, да? Который мало кто прочёл, наверное, в нашей стране, в современной нашей стране, да? Там, в нашей уже ниже поколения, да? И была большая задача мотивировать к прочтению. Заставить читать Калинину после спектакля. Рассказать о том, что Калинина не только в пышных платьях, и другие нереальные монологи в 600 или 1600 страниц, да? И так далее. Это очень может быть современно, молодёжно. В общем, у меня была такая терпидорологическая воспитательная цель. Я все-таки не знаю, куда она пришла. Может, потому что я уже стала работать преподавателем в цисточку культуры. Вот. Но это была один из моих таких больших толчков, когда я поняла, что классика – это божественно. Вот и всё, да? Классика помогает тебе. Тем более русская классика мы понимаем друг с писателем, и вы понимаете меня и писателя, и всё становится прекрасно, всё становится понятно, да? И вот на данный момент своего развития я пришла к такому выводу. И потом я поняла, что у меня опять сцена самоубийства в конце. Что такое со мной? Наверное, что-то странно происходит. Вот. И я не нашла ответа на этот вопрос. Почему? Почему это вдохновляет меня? Почему я снова это делаю? Потому что через какой-то, да, три года спустя меня снова вдохновляет этот материал. Такой материал ещё больше, ещё объёмнее, да, ещё такой пышнее, я бы сказала. И он правда меня вдохновляет, и меня правда вдохновляла последняя, ну, как для меня, последняя сцена спектакля, и всех спектаклей, фильмов, сериалов, которые вы смотрели, я смотрела, да. Эта сцена была решена мной дуэтом. Я пригласила в спектакль прекрасных тюменских танцовщиц в параллеле мастеров спорта по художественной гимнастике Кристину и Полину Балабановой. Они профессионалы своего тела, и с ними было работать одно удовольствие, и я решила сцену спектакля «Близняшками». Образ смерти Анны, Анна, как бы сказать, уже мёртвая, и Анна желает, да, если совсем проще просто говорить. И так у меня получилась сцена смерти героини в форме дуэта решена. Я сначала покажу фотографии этого дуэта, да, как это всё выглядело. А сцену, да, «Мёртвую Анну» мы решили гримом. Мы заберели танцовщицу Полину, Полину Балабанову, полностью в белый грим. И так у нас было такое некое противостояние энергии, что смерть – это бесконечность, да, белый цвет. Для меня это не тупик, то есть для меня смерть – это не конец. Да, как раз-таки Анна в спектакле или в романе ведёт себя к полному концу некого. И именно, так сказать, белая Анна, да, её смерть, она её принимает. Она вот с ней идёт в какой-то дальше бесконечный путь, потому что для меня смерть не является концом, для меня смерть является как раз-таки перерождением или бесконечной дорогой куда-то, да. Это может быть следующая жизнь, я не знаю, да. Пока я не ответила себе точно на этот вопрос. Ну вот, мы решили… Давайте следующую фотографию. Мы решили эту сцену так. И… Следующая. Опа. Прекрасно. Это афиша Грозы. Дальше. Сейчас будет афиша Кореяной. И дальше будет видео, мы посмотрим сейчас видео, да, кусочек видео с дуэта, да, спектакля смерти, сцен смерти. Спектакль… Немножко… Немножко кульминацию немножко заберём. Ну, то есть сцена предстоящая гей. Да, пока небольшой комментарий. Спектакль вы можете посмотреть 3 декабря в рамках фестиваля «Без слов», который я организовываю, который с 1 по 3 декабря буквально на следующей неделе. Нас ждёт републикательное путешествие в современный танец в космосе на протяжении трех дней. Я немножко расскажу после видео об этом фестивале. Мы закрываем фестиваль этим спектаклем. Давайте чуть-чуть подромче сделаем, да. Я не буду пока комментировать данную сцену, я комментирую только сцену смерти. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот у нас появляется на заднем плане, как мы и насущно говорили, тем, что есть вон там. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Небольшой комментарий, да, на спектакле участвуют музыканты, которые сидят на заднем фоне. Вы сейчас тоже услышите их. Дайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немножко, наверное, информатив, потому что все-таки этот дуэт для меня более вибрирующий, чем предыдущая сцена, да, которая, как говорится, не перегорела еще, я нашла этот дуэт, да, как дуэт любви. Не одноплода любви, да, а именно дуэт любви, существа твоего отражения, или твоей души, твоего тела. Да, потому что моя задача номера была именно той любви. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА